Мы дошли до производной, и я боюсь, что я немного вам расскажу про производную готовость, чтобы вы не узнали из других мест. Но тем не менее, перед ним не никак не можно пройти, так что сегодня уж том или ином виде производной обсудим. Но тем не менее, мы изучаем функции трудной вещественной переменной, означаем таким образом. Может быть, конечно, у него может быть определение меньше, чем вся прямая, но вот одна функция в ответственности о какой-то точке Х0 и говорим, что производная, появляется какая-то производная. Функция функции f в точке Х0 и если существует предел f в любое плюс вращение, минус f от х в любое, разделить без вращения к ней в предвращении стремящейся культуры. Если предел существует, то он называется производный и, говорят, что функция эфемицированной этой точки. Это такое определение, которое никак не перескодишь, оно во всех источниках, и оно даже в школе у вас было в том или ином виде. Но давайте все-таки я повторю, что же это означает на другом языке, на геометрическом. Это, так сказать, аналитическое формальное определение традиционной, производной. А давайте геометрическое определение. Функция эфем называется дифференцируема в точке х-теликоя. Если оно в этой точке, хорошо приближается линейной функции. И существует линейная функция, которая очень близка к этой точке х-теликоя. Значит, это сразу назначает. f от х выражается как линейная функция. Значит, как она вражается? Значение точки х-теликоя плюс, это константа, плюс линейная слагаемая. Какое-то число умножить на линейную функцию. Это та функция, которую мы хотим аппроксимировать. Ну и вообще говоря, равенство приблизительное. А теперь что означает, что хорошо приближается? Имеется такой жаргон математический, пишет плюс у маленькая от х-теликоя. Значит, это у маленькая от х-теликоя означает маленькая добавка. Это неформально означает, что функция примерно равна линейной. А формально вот такой символ, если вы никогда не встречали, то он очень полезный, часто используется, он означает, что такой символ обозначает любую функцию, которая маленькая настолько, что она меньше, чем х-теликоя. И что от х-теликоя, это любая функция, функция вида φ умножить на х-теликоя, где вот это самое множитель, это бесконечно малая функция. То есть если она мало того, что она сама стремится к нулю, но даже если мы ее разделим на х-теликоя, то что останется, тоже будет стремиться к нулю. То есть она стремится к нулю, еще х-теликоя стремится к нулю, когда является самой бесконечно малым, а эта величина еще быстрее стремится к нулю. Ну вот, если вы посмотрите повнимательнее, то увидите, что эти два определения это просто переформулировка одно другого. Если мы перенесем до лево, вычислим в соответствии с этой формулой, вычислим что-то тут написано, вращение делить на аргумент, то как раз и получим отличие между производной и пределом, и вот этим превращением это и есть та самая величина φ. Я не буду переносить из левого в правую часть, это вы сделаете сами. Значит, это действительно два равносильных определения. Значит, это функция дифференцируема, если она приближается к линейной функции. Ну и давайте нарисуем график еще, у нас есть функция, величина графика функции r под x есть точки x0, и есть линейная функция, которая наша функция приближает. Она обладает таким свойством, что значение ее в точке x0 такое же, как у функции f. Это значение в точке x0. И дальше идет некоторое коэффициент на приращение. А коэффициент, это наклон этой линии, это и есть величина производной. И тот факт, что она хорошо максимирует, от нас означает вот этот график, эта прямая касается графика нашей функции. И существование касательного графика функции как раз и означает, наличие производных. Эту касательную можно, конечно, еще рассматривать как предельное положение секущих. Если мы посмотрим на секущих, на секущие, то они как раз и даются вот таким наклоном. А предельное положение наклона, величина, когда мы переходим от секущей, к графику прямой проходящей через две точки. Когда эти две точки приближаются друг к другу, то предельный получается касательный. Ну вот, это значит классическое определение производной. И производная является самым центральным предметом исследования анализа, конечно же. И по производной очень много о чем мы говорим. Ну, например, если функция возрастает или, так сказать, не убывает, то у нее производная не отрицательная. Правильно? Если функция возрастает, то следовательно производная не отрицательная, по крайней мере. А если это бывает, то производная не положительная. Ну, потому что до предела у нас получается функция, величина под знаком предела она, соответственно, получается всегда положительная, и предел она получается поэтому не отрицательная. Отсюда следует, в частности, что области, области, где функция возрастает или убывает, мы как раз можем находить, вычисляя производную. А в точке локального максимума, значит, у нас имеется рядышком области, где производная положительная, где производная отрицательная, поэтому она здесь производная равна нулю. Ну это, наверняка вы еще даже со школы знаете, про исследованные функции на максимум и минимум, и мы этим будем тоже постоянно пользоваться. А. 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 из этого свойства нужно исследовать, наверное, когда нужно еще одно, что в другую сторону, или не строго. Просто исследовать только из того, что если возрастает, то это не отрицательно, это плохо, потому что все-таки, когда мы исследуем, нам нужно... Ну, если мы скажем, что исследуем, мы выясним, что производная не отрицательная, мы вот из этого свойства ничего не отрицаем. Правильно, все правильно говорите. Значит, тогда, значит, в ЭПРУ имеется очень много всяких тонкостей, связанных с тем, что является ли функция дифференцируемая только в одной точке или в целой от ясности, является ли производная она только существует, или сама производная тоже является непрерывной функцией. В зависимости от этого, конечно же, эти свойства немножко видоизменяются. Конечно, то, что я сейчас написал здесь, это грубо, нужно давать четкие формулировки, которые я сейчас люблю. Дело в том, что я, поскольку я являюсь, как сказать, практикующим математиком, и я скажу к этому всему утилитармена, то я всегда предполагаю, что функция, если мне задана, то невез ее существует производной, сколько нужно, и все эти производные непрерывны. Ну и тогда, конечно же, все эти свойства выполняются. Ладно, но я имею в виду 7, я как раз имею в виду, что для 7 функций, даже если она дифференцируемая, нам нужна строчка в другую сторону. Хорошо, давайте сейчас мы, я с вами согласен, да, давайте, чтобы восстановить все эти импликации, давайте я сформулирую более точное утверждение, которым всегда полезно пользоваться для ответа на такого рода вопроса. Значит, это утверждение говорит в более точном, сравнив функцию с линейной. А именно, имеется такая формула, которая называется теремия Лагранжа. Значит, вот исходная формула, которая здесь написана, ее еще можно таким образом записать, что функция приблизительная равна предназначение в точке в точке, и в линейном приближении это... А, я нигде не писал, но это вы знаете. Производная обозначается символом f' и еще таким символом f разделить на dx. Это такой единый неделимый символ. Вот, значит, приблизительно функция аппроксимируется линейной. Но теоремия Лагранжа дает более точную оценку о том, как сравнить левую и правую часть, что означает это приблизительно. Вот у этого приблизительно мало тоже есть некоторая оценка на левую и правую часть, но она несколько неявная, поскольку в функции f' мы знаем, что нас стремится к нулю, но какие-то оценки для нее бы хорошо выменить. Ну вот теоремия Лагранжа как раз дает такую оценку. И оно формулируется таким образом, чтобы я не набрал. Пусть, значит, f непрерывно на отрезки АВ и она дифференцируема во всех внутренних точках. Хотя найдется, терема трудая существует, точка, как будто я обозначу, Кси из отвеска АВ такая, что Таким образом, вот в этой формуле, чем отличается эта формула от этой, мы вычисляем производную, не в самой точке х0, а в какой-то близкой точке, которая находится между х и х0. Значит, смотрите, что получается. Вот у нас есть наша функция, я еще раз такую нарисую. И у нас есть точки А и В. Имеется линейная функция, которая равно f от А в точке А и равна f от В в точке В. То есть график рассмотрим такую прямую, которая пересекает график нашей функции в точке, соответствующей аргументу А и В. Вот эта теорема Лаграмжа утверждает, что вот этот f' от Кси – это наклон, который как раз и равен наклону этой прямой. То есть существует точка, в которой производная такая же, как равна наклон этой прямой. То есть точка, в которой касательная прямая, параллельна нашей прямой. Это удобная теорема, и она дает точную оценку на... точную оценку на нашу... на отличие функции, на превращение функции. Ну, теперь давайте вот здесь посмотрим, как применить эту теорему в этом конкретном случае. Значит, мы тут обсуждали точку Х0, но тут речь идет не о точке Х0, а о соседней точке. Ну, в общем, давайте сейчас посмотрим в обратную сторону, как теорема выглядит. То есть, что если, наоборот, f' строго положительная... Ну, она, вообще говоря, не может быть точкой локального максимума или минимума, если она существует и локального минимума. Ну, более того, если функция... Если производная... Есть такая неприятность, что производная, даже если она существует во всех точках, она не обязана быть непрерывной. Значит, вот если производная еще непрерывная, то... Если еще f' стрих непрерывна... То тогда, существует и непрерывная, то следовательно, что производная положительно в некоторой треокрестности. Ну и тогда, по теореме Лагранжа... Мы видим, что функция должна обязательно возрастать. Если у нас есть две точки, то существует... Если есть две точки, то существует внутри отрезка точки, в которой производная имеет такой же знак, как приращение. Ну, а если производная положительно, то и приращение должно быть обязательно положительным. И, следовательно, f возрастает в этой окрестности. Действительно, я здесь использовал тот факт, что функция, что производная положитель, непрерывна. Значит, я просто хочу сказать по этому поводу, что... Такое замечание. Что, если производная существует... В точке x0, то следует, что f, исходная функция, которую мы дифференцировали, является непрерывной. То есть из дифференцированности вытекает непрерывность. Дифференцированность является более сильным условием по сравнению с непрерывностью. Но вовсе не форт, но не обязательно самопроизводная, непрерывная. Но так случилось, что в дифференцированном анализе все-таки полезно всегда часто предполагать, что производная является непрерывной функцией. И про такие функции, у которых сама она непрерывная существует производная и производная непрерывная, имеется масса теоремы. Это такой самый удобный класс функций. Их нужно всегда иметь в виду, и они всюду фигурируют, они так и говорят. Функция непрерывно дифференцированная функция. Эти функции, у которых существует производная, производная непрерывная. В большом количестве теорем долго предполагать, что функция является непрерывной дифференцированной. И тогда даже у них существует специальное обозначение. Или так, функция класса C1. Непрерывная дифференцированная функция. Я не уверен, может быть, в этих рассуждениях можно что-нибудь отбросить, но вот если для непрерывной дифференцированной функции, уж точно совершенно все эти рассуждения хорошо работают. Но если мы берем функцию, то, конечно же, с практической точки зрения удобно предполагать, что у нее существует большое количество производных. Если мы ничего не знаем, то функция, взятая из жизни, например, зависимость, вы знаете, городу над времени или что-нибудь такое, то, как правило, все такие функции могут предполагать дифференцированной. Сколько угодно это количество раз. Ну, значит, в точках максимума и минимума функция производная равна нулю. А верно ли обратно, что если функция производная равна нулю, то это локальный максимум или минимум? Значит, есть примеры функции, когда производная равна нулю, а функция не является локальным максимум или минимумом. Вы говорите, что это кубическая парабола, да? Ну, давайте я попробую нарисовать график такой кубической параболы. Я попытался нарисовать, но у меня не получилось. В одном виде она все равно анатонно возрастает. Давайте я еще раз попробую. Но опять же у меня не получилось. У меня функция имеется в два максимума, один локальный максимум и один локальный минимум, и в каждом она не вырезана. Вторая производная отличная от нуля. Значит, с точки зрения практики, если вы возьмете функцию случайным образом, то никаких кубических парабол у вас не получится. Все критические точки, которые производны равна нулю, будут не вырезаны. У нее будут локальные максимумы и минимумы. И, соответственно, там производность равна отличная от нуля. Других, с практической точки зрения, других функций не бывает. Других фактических точек не бывает. Что, что я сейчас сказал, это некоторые зачатки рассуждений с так называемой теорией кастров или теорией особенностей, которая говорит, как устроен мир в случае, так сказать, общего положения. Типичным образом. Ну, конечно же, всякие вырождения случаются, но нужно каждый раз, когда у нас встречается вырождение, эти кубические параболы, нужно понимать, что это все-таки вырождение, и должны существовать какие-то физические причины для такого вырождения. Все эти вещи, они имеют строго математические формулировки, что означает в общем положение, что означает выбрать функции случайным образом, но я сейчас, конечно, это сейчас обсуждать не буду. Давайте, все говорим, у нас доказательства теоремы Лагранжа в листочках записаны, но давайте уж приведу. Теоремы Лагранжа на самом деле вводятся и другие полезные теоремы, которые называются теоремы Ролля. Ну, да-да, видите, вы все знаете это. Что я и буду говорить? Вы знаете сами, номерок теоремы Ролля, что если функция принимает значение на констрах отрезка, то существует точка внутри отрезка, где производная равна 0. Существует точка внутри отрезка, где производная равна 0. Ну, нужно только что-то предполагать про функцию, но, например, насколько я понимаю, надо предполагать, что она непрерывна, и у нее производная в каждой точке существует. Непрерывная дифференцированность достаточно, но, по-моему, в теореме Ролля даже необязательно предполагать, что она производная непрерывна. Что функция непрерывна, и во всех этих точках существует своеводность. Ну, доказательство очень простое. Рассмотрим функцию в точках А и В, у нее значения равны, и функция непрерывна отрезки достигает своего максимума. Этот максимум может быть во внутренней точке отрезка, либо на концах. Если максимум функции достигается в концах отрезка, то есть f от а и f от b максимальное значение, то вместо максимума рассмотрим минимум функции. Тогда уже минимум функции точно будет достигаться во внутренней точке отрезка. Значит, либо максимум, либо минимум функции достигается во внутренней точке отрезка, ну или вообще-то на функции константа тогда это тоже можно сказать, что во внутренней точке отрезка достигается максимуму ниже. Значит, найдется внутренняя точка, в которой функция достигается глобального максимума или минимума. Ну и, следовательно, по тому, как мы тут обсуждали, производная в этой точке равна нулю. Терм Лаганжа доказывается аналогичным образом, только вместо, нужно рассмотреть все прямые параллельные данные и посмотреть, что эти параллельные данные, как прямые имеются, в какой-то момент тоже из непрерывности и свойства функции следует, что существует предельное положение у всех прямых и параллельных данных, которые имеют неналевое пересечение с графиком функции. В этом предельном положении функция прямая будет касаться графика. Ну а формально доказательство Терм Лаганжа такое, что нужно взять функцию, значит, доказательство Терм Лаганжа. Нужно взять функцию и вычесть из нее линейную функцию. Э от Х это вот эта линейная функция, график которой проходит через точки А и В графикной исходной функции. То есть Л от Х сравняется, что там такое? f от А плюс f от B минус А и x плюс А Так что получается, да? Возьмем такую функцию вспомогательную и к ней применима теорема Тролля. Ф для Ф это есть листойной формировкой теоремы Лаганжа для исхода функции. Ну, всё это довольно просто, но полезно, и главное, что это обязательно нужно через себя пропустить. Те, кто учился в каких-нибудь математических школах, наверняка всё это много-много сдавали в листочках, то в обычной школе учился тоже в том или ином виде всё это проходило, но полезно всё-таки это через себя пропустить, поэтому ещё раз, все эти рассуждения имеются, все эти утверждения, эти задачки имеются в листочках и нужно будет эти все рассуждения повторить слух, повторить слух перед принимающими, чтобы убедиться, что всё это хорошо, асфальтно. Ну, я единственное, что, может быть, ещё хотел бы сказать по-производную, но немножко хоть отдать я в сторонку по сравнению с тем, что вы и так знаете, это, есть такое ещё понятие производное или дифференцирование, есть ещё у него алгебраический аспект. и, соответственно, давайте его рассмотрим. Алгебраическое определение производной. Ну, раз вы ищете это в логебраическом контексте, то я, пожалуй, не буду рассматривать все функции, а ограничусь только многочленами. На самом деле, многочленов достаточно много и с многочленами можно приблизить любую функцию. Поэтому давайте, запас многочленов уже достаточно большой, давайте посмотрим, что такое производная с точки зрения алгебры многочленов. Значит, производная, давайте её как-нибудь однозначим. Ну, ПД я буду означать производная. Это операция на пространстве многочленов. Она отображает многочлены. И она отображает некоторым свойствам. Во-первых, она линейная. И, так скажем, линейность относительно умножения на число. Где А и Б числа. А это же многочлены. Кроме того, для произведения плохо многочленов, выполняется правило Лебница. Если мы дифференцируем произведения двух плаватилов, это F умножить на производная G плюс G умножить на производная G. И этим уже практически операция достаточно определена, за исключением того, что нужно значительные условия дать или нормировка. как дифференцировать многочлен? Многочлен первой степени, а именно просто Х. Многочлен первой степени. Но мы знаем уже, к чему равна производная функция Х. И она равна единице. Но этими свойствами уже производная однозначно определяется. Правда же? Исходя из этого, поскольку мы знаем, как дифференцировать произведение, в сумму мы можем задачу вычисления производной любого многочлена свести к производной нижней функции. Кстати говоря, я тут в этих аксиомах идеально говорю, чему равняется производная константная. А это следует из этих аксиомов? Или нужно пальцем положать? А разность поставить? Ну, разность все-таки разная. Б может быть отрицательная. А скажите, а по какой причине вы ограничились только многочленами? Ведь вроде это правило распространяется на все функции. Ну, на все гладкие функции. Но нужно, чтобы использовать гладкие функции, нужно уже знать, что такое производное. Ну, хорошо. В половину можно кидать гладкие функции. Согласен. Если мы уже как-то другим способом определили, что такое гладкие функции, то можно это использовать. Может, это следует исправила ливница? Дайте вам программу. Принференцировать. d1 умножить на d от единицы минус d от единицы умножить на 1. Ну, то есть слева один, а справа два раза. И что получается? Следовательно, для гладких гладких функций оно не будет. Вот. Значит, исходя из этих правил, мы можем вычислять производные любого многочлена, но и, в частности, производные от x в степени n в индукции вычисляются как n на x или n на 0 и так далее. Что характерно для этих аксиомов, в этих аксиомах нигде не фигурирует то, что, по крайней мере, в первых двух аксиомах, нигде не фигурирует, что то пространство, на котором мы эту операцию задали, является пространством многочленов. Ну и, в принципе, в алгебре широко используется дифференцирование. Если у нас есть произвольное кольцо, то такие операции, которые удовлетворяют первым двум словствам, они тоже в алгебре называются дифференцированием, и они играют важную роль. Дифференцировать можно не только функции, но и многие другие алгебраические объекты. А теперь по поводу третьей, значит, единственного, кем мы использовали, что это многочлен, это в третьем свойстве. Но надо сказать, что третье свойство является несущественным. Мы положили d от x единицы, но, на самом деле, у нас правило limit позволяет вычислить производное, даже если мы d от x положим чему угодно. Ну и вот, вот, все получится. Задачка, наверное, я сейчас не буду давать ответ, вы сами попробуйте, для стежки, по-моему, она есть. То есть пусть выполняется выполняется один, два основные свойства деференцирования, и вместо 3 выполняется 3 штрих, что производная от x – это любая функция, любой многочлен, во что превратится эта операция? В гиблиотеке она корректа определен, и во что она превратится? Он может промо… О, Продолжение следует... Значит, что касается производной... Дальше, следующий шаг, это нужно научиться дифференцировать элементарные функции, с которыми мы оперируем. Экспоненты, показатели у нас уже есть, экспоненты, логарифмы, синусы, косинусы и так далее. Но в школе, по-моему, все это довольно подробно проходили. Может быть, не всегда с подходящим выводом, но, тем не менее, все это вам поведено хорошо известно. Дифференцировать в школе училие, правильно же? Элементарные функции. Так что я не думаю, что стоит на это останавливаться, но, в общем, такой типичный пример, продифференцировать какую-нибудь функцию, которая дана сложным выражением, было бы полезно. А вот, кстати говоря, скажите, как бы вы продифференцировали такую функцию? Как мы его продифференцировали? Сначала мы ее можем продифференцировать, а потом... Да, е в степени х, то он продифференцировал. Значит, да, значит, когда вы видите, как вы очень хорошо формировали, все говорите, что нужно сначала ее представить в таком виде, чтобы ее удобнее было дифференцировать. Это е в степени х, лгарит х. И дальше применять производные экспоненты, производные сложные функции, право-дивидицы, мощные и так далее. Те из вас, кто доживет до следующего семестра, я вам хочу, что есть более универсальный способ как дифференцировать такого рода функции. Дело в том, что вам хитрость пришлось применять потому, что здесь х встречается два раза. И вы их путем какой-то хитрости, какого-то трюка, вызвели к тому, что этого х весь попал в показатель экспонента. Но на самом деле то, что х встречается два раза, означает, что здесь речь идет о производной функции, сложной функции, которая является композицией функции, одна из них, которая функция двух переменных. И поэтому на самом деле, чтобы дифференцировать такую функцию, нужно знать теорию функций нескольких переменных. Тогда все это превращается в более такую простую машинирию. Ну, например, смотрите, об этом будет речь в следующем семерстве, но я применил, продифференцировал функцию это таким образом. Я применил тоже своеобразный правил Лебница, а именно я продифференцирую эту функцию два раза. Один раз по вот этому вхождению х переменной х, а другой раз по вот этому вхождению переменной х. То есть я как бы представлю ее как функцию двух переменных и буду по очереди дифференцировать по каждой переменной. Сначала я проигнорирую тот факт, что у нас экспонента меняется, и применю вот эту формулу, буду дифференцировать его как функция, как показательная функция, х в степени n, где она равняется вот она, и она, если есть х. И применяю вот эту формулу, получаю х на х в степени х минус 1. Но это я только по вот этому вхождению переменных х предприференцировал. А здесь еще есть вот такая переменная х. Тогда я, наоборот, считаю, что это показательная функция, экспоненциальная функция, константа в степени х. И я тоже знаю, как дифференцировать. Константа в степени х, это получается, опять же, это же константа в степени х, с коэффициентом, которая есть логарифм константа, правильно? Умножьте, да. Умножьте, да. Умножьте, наверное. Умножьте, да. Умножьте, да. Это будет в точности то же самое, что и получится таким способом, но более, так сказать, концептуальным. Вообще говоря, когда вы учились в школе, там было много разных вещей, например, вы вычислили много разных пределов хитрых, и применяли всякие правила лопитами и еще что-то такое. И это было такое творчество, как решать такого рода задачки. Ну и как и здесь, у всех этих задачек, на самом деле, имеется такое очень мощное средство, и мы как раз этим будем заниматься до конца этого семестра. Просто я вам предъявлю такую машину, как танк, который в любую задачу подставляете, и уже дальше не думая, нужно просто там жужжать все эти самые шестеренки, стандартные механизмы работают, и у любой задачи имеется более-менее экологическое решение, и главное, довольно простое. Много тех задач, которые вы решали путем всяких таких трюков, на самом деле решается прямоимейным способом, но эти способы мы как раз будем проходить. Ну ладно, дефилицировать будем считать, что вы умеете. И я вам еще сказал, что если есть какая-то функция, то наверняка она дефилицирована много раз. А еще лучше бесконечное число раз. Но есть еще, оказывается, класс-функции, которые дифференцированы даже еще лучше себя ведут относительно дифференцирования. Они называются аналитические. Они мало того, что бесконечные числа раз дифференцированы, но они еще гораздо более лучшими свойствами обладают, чем просто дифференцированные функции. А именно давайте посмотрим вот на что. Давайте рассмотрим на степенной ряды, которая является следующим обобщением понятия нуля-фенов и степенной ряды. В прошлый раз я с вами обсуждал, что область сходимости у степенного ряда это является некоторый интервал, который от минус-ф до-ф, в котором конечные точки либо включаются, либо не включаются по-разному, и р, может быть, или нулем, или бесконечностью. Но, по крайней мере, есть вот некоторый интервал сходимости, если сходится, если из какой-то радиусходимости r, то, значит, во внутренних точках интервала от минус r до r этот ряд сходится. Вот давайте... Есть такие свойства, я вам в прошлый раз сформулировал, сейчас опять сформулировал, сформулирую, но доказывать всем, пожалуй, не буду, а оставлю вам в виде задачи. Сегодняшних листочек, по-моему, нету, значит, следующий листочек включу, что на интервале сходимости функция является непрерывным. Следующее свойство, что ее можно взять в качестве центра разложения, и взять такую точку из этого интервала непрерывным. А, да, значит, в каком порядке это сказать. Давайте сейчас, не знаю, стоит где-то сформулировать. Давайте вот так сформулируем функцию. И вот можно переразложить степенной ряд в любой другой точке. Интервал исходимости. То есть мы выбираем какую-то точку х нулевой, и тогда запишем, что f от х. Можно представить, как в виде суммы а-н на х степень. По-моему, в качестве центра разложения брать не начало коогната, а в любую другую точку. Входят другие коэффициенты bn на х, минус х нулевой в степень n. То есть у нас есть интервал от минуса до r, начало координат. Если мы взяли какую-то точку х нулевую, то в фазе точки будет тоже не нулевая радиусходимость. По крайней мере даже исходная радиусходимость в этой точке не меньше, чем длина того интервала, который помещается внутри этого большого интервала. Ну и третье свойство, что ряд f можно по члену дифференцировать. То есть функция дифференцирована, и производная вычисляется по форме n на х степень n на 1. Таким образом вычисляется производная. И вы это тоже видите, это тоже степенный вариант, и у него радиусходимости тот же. Ну и это можно дифференцировать, и видно, что функция существует. f дифференцируется, можно дифференцировать любое число раз. То есть она непрерывно дифференцирована в бесконечное число раз. Вот так, бесконечно гладкая. А у нас функция на интервале исходимости от интервала, а может быть, что она будет вне интервала исходимости от интервала? Да. Тут как бы вопрос. Там сумма 1. У вас, значит, отводится слагаемая, а узнается, где производная. Ну хорошо, спасибо. Значит, такие функции имеют важную роль в теории функций комплексного переменного. Во всех этих свойствах справедливы, даже если их снять даже вещественное комплексное число. И, в общем, в их изучении посвящён целый сервестор функций комплексного переменного. Здесь я только об этом упомянул, а в принципе пока это не стоит существенно для анализа вещественного переменного. Но, тем не менее, я хочу сразу сказать, что все функции, с которыми мы знакомы, все аналитические функции, все элементарные функции, с которыми мы знакомы, экспоненты, синусы, тангенсы и прочие алгоритмы, все они являются такими. Они даже лучше, чем бесконечное число разных венцированных. Они являются аналитическими. Чтобы ещё вам рассказать про производный, за то, что он не знает. Я не знаю, может быть, может быть не всё. Есть ещё обязательные вещи, которые я должен упомянуть. Это производная сложная обратная функция. Вы в школе тут, конечно, проходили. Предводная сложная функция – это так называемое цепное правило. Вы его знаете, конечно, если у нас есть сложная функция. И если при определенных условиях, если внешняя функция является нефинансированной, внешняя функция является нефинансированной, то его позиция тоже является нефинансированной. И производная – это есть производная F', которую подставили функцию G, и плюс – это множество производной на G'. Вы это знаете, конечно же, но полезно её уметь выводить. Мы будем проверять, что вы помните, как это выводить. Ну или сами выводить. Это более-менее мгновенно выводить. Ну и производная обратная функция. В частности, если композиция, если F же обратная, то композиция – это тождественная функция. Если F же обратная, то производная… подпроизводная, получается, с левой части состоится единица, и тогда F' – это обратная G'. Но только нужно помнить, какие аргументы тут подставлены. Сюда в качестве аргумента поставлены G от X, а тут соответственно X. Типичный пример – это вычисление производной арктанницы. Вы, наверное, все это знаете, да? Так, посчитайте производной арктанницы. Так, посчитайте производной арктанницы. Ну да, значит, вот по этой формуле. Значит, это обозначение X – это у нас получается тангенс Y – обратная функция. И, соответственно, это будет производная единица на тангенс штрих от Эрик. А тангенс дифференцировать уже проще. А тангенс дифференцировать уже проще – это синус поделить на косинус. И мы уже знаем, как его дифференцировать, да? А производная тангенс – почему равняется? Игрек. Значит, вот тогда есть ответ по этой задаче, но только единственное, что ответ выражен через Y. А мы хотим его выразить обратно через X, поэтому нам нужно сделать обратную замену и выразить его через X. Значит, как это сделать? И после того, как мы сократим на косинус квадрат, мы получаем наши законы ответки – единственную косинус квадрат. Вот. Ну, значит, действительно имеются таблички, таблички, как дифференцировать всякие разные функции. И, пожалуйста, помните и вспоминайте, как это все делается. Я даже не знаю. По-моему, самое типичное, самое правильное сейчас – это провести контрольную работу по вычислению производных. Но я, к сожалению, не готова. Вот, на один раз. Представить заработку, чтобы убедиться, что вы помните, как дифференцировать химик. Но я, к сожалению, не готова. Так что, наверное, мы пока на этом и закончим. Можно еще теорену дамбу осмотреть. Какой это к которому? Это перенос, как бы, свойственной прерывной функции на производную функцию. Ну, там был аналог теоремы РОДИА для интервью функции только для производной функции. Ну, это, да, потом, это дальше. Там еще будут всякие продолжения теоремы Логранта. Нет, еще будут. Это теоремы запуты, вроде то, что производные не надо было еще значить. Ну, да, и вторая – это аналог теоремы Логранта. А вот, кстати, да, действительно. Я вам помолировал, что бывает такое, что производные существуют во всех точках, но они являются непрерывными. У вас есть в голове какой-нибудь пример? То есть функция, которая производная в каждой точке существует, а эта производная не является непрерывными. В целом, если пункция от минус этой скорлеченности до единицы, пункция равняется и в целом спорте? Да. А как же? А как же? Ну, а на мид-функцию? Да. В этой точке у нее нет производника. Давайте я вам все подложу. Значит, пускай я хочу, чтобы у нее была такая точка, в которой производная существует, но не является непрерывной. Пускай будет начало координат. Ну, и без ограничения общности я пускаю производная равна нулю. Потому что если производная не равна нулю, то мы вычтем линейную функцию и сведем в случае, когда производная равна нулю. Значит, я хочу построить функцию, в которой производная равна нулю в этой точке, а в соседних точках она существует и отлично от нуля. Ну, что значит модуль x? Не имеет производства. Модуль x не имеет производства в начале координат. Она функция должна быть, как вы помните, как я ее стал убрать, функция должна быть очень плоской в начале координат. Она должна быть такая вот, что она должна быть бесконечно мало, она должна быть ограничена параболами или стремя. В точке отличная от нуля, синус в 2 до дно иксовая, а в точке 0, 0. Синус, ну вот, значит, получается, x в квадрате умножить до синус, такой вот функции. А, в точке 0, 0. А в точке 0, да? В точке 0, 0. В... В точке 0, 0. В точке 0, 0. В точке 0, 0. Здесь поставим какой-нибудь степень, чтобы она уже сцелировала, так и сцелировала. Когда она будет действительно в приближении к началу координат, она будет сколь угодно большая производиться. Насколько я помню, есть такая теорема, что если функция дифференцируемая во всех точках, то множество точек разрыва этой производной не более чем счетно. Типичная задача, чтобы завалить миксами. Если функция дифференцируемая во всех точках отрезка, то множество точек разрыва не более чем счетно. Но и, опять же, я скажу, что для меня таких функций не существует. Потому что все функции, которые были встречаются, они хорошие. Если у вас есть функция непрерывная, может ли такое быть, что она нигде не дифференцируема ни в одной точке? Вообще говоря, ответ, конечно, да, и ответ такой, что большинство функций, в каком-то другом смысле, большинство непрерывных функций нигде не дифференцируема ни в одной точке. Но большинство, в смысле, как континуум больше счетного множества, в таком смысле. Но, с другой стороны, предъявить явно такую функцию не так-то просто. Я первый пример придумал Риммам, она в некоторых учебниках фигурирует зубчики, потом они подъедаются, подъедаются, и, в общем, накладывается какая-то сумма такая из кусочков пилы состоящих, все более и более узких, которая действительно не дифференцируемая ни в одной точке. Попробуйте представить себя Риммам и на досуге подумайте, придумайте пример такой функции. Ну, даже не знаю, что бы еще сказать. Ну, давайте все равно, давайте на этом закончим все. Он еще не вышел, но, наверное, давайте все равно закончим.